Доброе утро! У нас новый день, мы сегодня ночевали в Улан-Удэ и наконец-то хоть один день мы проведем в Улан-Удэ и бронировали даже гостиницу на два дня, поэтому очень сильно рады этому. Сегодня по плану нам надо забрать восьмидесятку, посмотреть, что там в каком состоянии, помыть, я думаю, что ее и, собственно, фурайнера тоже надо помыть. И потом поехать посмотреть красивые места в Улан-Удэ. Я, правда, таких сильно не помню, но так, что-то отголоски какие-то есть, поэтому что-нибудь найдем. Вот. Погода замечательная, только воняет. Чем не поняли? Вот в этом доме. На втором этаже, по-моему, у нас была квартира, не наша, а гостиница, ну такое, общежитие назовем. Мы когда в Улан-Удэ переехали, папе выдали, она была двухкомнатная, по-моему, да, двухкомнатная. И я жил в зале, очень сильно мне нравилось, что я мог играть там, где жил. Пока ключи не нашли. Ключи не нашли? Ну, в целом, как бы, ну, признают, что машина есть, да? Ну, была. Места есть, непонятно? На ледовой арене. Ну, хорошо, а конкретнее есть информация? Ну, я думаю, что здесь паркинг есть. Вот этот, там, справа, воротки. Ну, наверное, да. А почему здесь, можно объяснить? Я не знаю. Ну, какой-то, какие-то завязки у нас. Ну, видимо, да. Кто-то в близких. Ну, видимо, да, просто. Ну, то есть, не удивило тебя, решил-то не спрашивать. А почему машина хранится в ледовой арене? Хорошо. Василий Федорович спросил. Пока мы стоим, ждем машину. Ну, точнее, пока, наверное, должны найти ключи от нашей машины. Наверное, на ледовой арене. И тут детские свернования проходят. Очень билые. Уже награждены. Все пропустили. Ура! Тут написано, ваша же фамилия. Алло? Ну, это папа мой, да. Это да, все. И документы забыл, тогда выгоняйте. Да. Торговку возьмите и занесете. Что взять? Обратите. А как он открывает? У вас там стоит? Я не знаю. Я здесь первый раз. Я не могу дышать, мне не видно небо. Я не могу понять, был ты или не был ветром повал. Солнце в ладони твоя. Красные облака вечер ударил в спину. Я с тобой так легко, я с тобой красиво. Бешено так в груди бьется сердце твое. Отпускаю и в небо улетает с желтыми листьями... Почему это тяжело говорить? Лето с телефонными глупыми письмами Отпускаю и слезы высыхают На ресницах рук, как же синие звезды Нам с тобой могли... Вы что-то снимаете, а я пизжу безумовку просто для себя. Просто потому что я пизжу. Мой маленький заговор. У меня все охуительно. Ну ебать тут сколько масла. Как будто бы даже больше чем надо. Нахрена мы его проверяем при условии, что мы сейчас идем его менять? там и там мне неизвестно но почему бы мне не сложно татарата 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 прям очень много маска я сказал что слишком у меня но он заведенный только что стоял ничё у меня почему-то но понятно что это дизель но у меня черничий и что-то его не сильно много срочно менять да и там это вот я могу сходить не были показать как выглядит масло и что дизель она всегда черная да мне так говорили нет поехали менять масло очень тяжело подбирать слова потому что это знаешь как ну вот ты всю все детство я там не знаю воспитывала бабушка потом ты вырос уехал и вроде как забыл а сейчас приехал воспоминаний нахлынули сейчас отойду а если нам на двух машинах масло поменять надо и там по мелочи еще пару работ сделать тойота ланкрузер 80 и форан да нет тойота форан 4 раннер да на форанере надо фары выставить они по моему вверху очень красивый машина конечно потрясающе любые машины старинные старые тем более с такой историей вот садишься велюр не велюр магнитофон на кассета у него там валяется ну я прям вот отдыхаю запах старого японца запах велюра вот этого все потрясающе конечно ни с чем но все что для души это не может быть современная в жопу вот все эти современные машины даже мы не говорим про эпоху ебучих ебучих именно китайцев всего остального что сейчас происходит а вот просто машины с душой хорошо короче я доволен вот я сколько проехал три метра до ворота и три метра в ворота ласточка очень доволен и группа джерик тойота мазда тойота 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 он бмв закралась случайно одна самая грязная видимо и нелюбимая он там дальше тоже лексус и тойота вы кажется рено рено возможно рено тоже довольно странно красивый красивый сервис чисто у ребят прикольно работают с рациями я как человек которые этим занимаются они конечно смешно пиздят там друг на друга типа давай работу не отработает дает дай поработать ну короче для меня тоже все это забавно и привычно потому что это мои рабочие будни я такой сразу но как дома кассету поставлю там лежит на сиденье прям кассета какая-то это новодел там бардачки должны хорошие союз 21 что-то гранат лично просто мы на отъебись конечно регулировали его по дороге я быстро не было аккуратненько пока пизды у меня не какой вам на галогене бляжу мы техническом плане полностью уже готовы сейчас едем на моечку несмотря на то что на дороге какой-то прям папа помоем машинки и поедем попробуем где-нибудь красивого мы хоть снять показать чуть рассказать а вон там короче если дальше поехать раньше был автомобильный рынок это вообще было моё номер один развлечения причем рынок такой был что там от силы машин может ну 30 было по выходным ну то есть тогда же не было ни автору не авито ничего это и даже мы в журнале как и он потом был за рулем не не за рулем из рук руки был журнал где раньше печаталась москве у нас разумеется такого не было и вот если хотел купить машину ты ехал на рынок и смотрел все продают опять же если хочешь продать машину ты тоже ехал на рынок вставала такой типа вот продаю и вот если была возможность то я там с папой или с кем-нибудь старался вырваться на этот рынок посмотреть вообще чё там там привезенки эти японские праворульные были мопеды мопед мне там купили сломан я приехал там что-то ну перед летом это дело было я говорю пап ну хочу мопед но очень сильно там инхалуке далеко он местами ходить там и так далее но купи мопед а у пацанов уже были мопеды в инхалуке но то есть 50 кубовые вот эти хонды и майки там дорогого вот эту историю я группа ну купи мопед мы приехали на этот рынок там стоят мопеды очень красивые вот просто вот я до сих пор мне кажется хочу вот эти вот знаешь в стиле 90 когда бирюзовый фиолетовый белые вот это вот все вместе на одном мопеде вот я глюну вот купи а там что-то знаешь типа 500 долларов папа такой но торган имей совесть я глюну были на купе мопед он такой ну я закажу я такой ну ладно короче все лето ждал вот все лето в итоге приехал мопед концу лета очень плохой у него не работал спидометр у него был пробит корпус воздушного фильтра я как сейчас помню что я паяльником какого-то пластикового корпуса сломанного телевизора по моему выпаивал этот кусочек и припаял к воздуху корпуса воздушного фильтра чтобы ну хоть как-то покататься разумеется спидометр не работал фара не работала ехал он отвратительно просто но ехал это было самое главное то есть он ехал мы катались я был счастлив все это это была черная yamaha я на нет катался месяц потом папа его вернул обратно тем кто привез потому что типа новые но ничего себе такую подставу делать типа вот давайте попробую вкратце рассказать про значимость этой машинки для каждого автомобилиста да и на самом деле не только автомобилиста каждого человека я думаю что есть такая машина на которой в детстве папа тебя возил какие-то секции в школу замороженным да неважно просто машины из детства которые у вас вот ассоциируется с той безобытной безобытным временем когда ну не было проблем никаких не было работы максимум что может быть школа даю вот и все и любой человек я почти уверен что любой не говоря уже опять же автолюбителях таких как мы хочет купить такую машину то есть он хочет вернуться к своей той не знаю волги nivy пятерки жигулей или там может быть mercedes у какому-то старому до который будет у вас ассоциируется как раз с этим временем и мне не надо покупать и у меня есть такая возможность что вот в лице этого лангкрузера и конкретно этого лангкрузера как раз ассоциируется мое детство каждый раз когда я попадаю в эту машину меня собственно на меня нахлынивают те старые воспоминания и разумеется я хочу чтобы эта машина оставалась со мной всю жизнь собственно части поэтому мы здесь чтобы забрать ее привести и оставить навсегда а теперь непосредственно про стоимость этого автомобиля потому что на протяжении ну то есть машину мы купили отец купил в девяносто пятом году новые в автосалоне с тех пор прошло много времени и на протяжении там не знаю может быть каждый год даже его да даже чаще его спрашивают федотович продали федотович продай и все это время я говорю что нет 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 не надо пожалуйста не надо и слава богу никто ее не продал потому что давайте попробуем оценить в рублях сколько эта машина может стоить для обычного человека с улицы и для меня ну то есть если мы откроем какой-нибудь агрегатора второго вид и так далее можем увидеть что разброс найти машину но там колоссальный зависимость от состояния но я думаю что самая дорогая машина будет стоить там не больше трех миллионов рублей 3 миллиона рублей да то есть это там в среднем манджаро а теперь представьте что там значит для меня эта машина да то есть я как уже говорил там учился ездить на ней возил первую девочку на свидание на ней веселились ездили на пляж ну то есть все мое детство прошло рядом с этим автомобилем и неужели это стоит 3 миллиона рублей то есть но даже мы можем говорить о запредельных цифрах 10 миллионов рублей нет 15 тоже ну поэтому этот автомобиль невозможно продать да и незачем слава богу я считаю что это не случайно что мы встретились на горе оленей продолжить режиссер я задумку не понял про оленей уже не надо ничего все сказали у нашей поездки помимо того что посмотреть матушку россию насладиться байкалом была задача еще и функциональная и вот наконец-то мы с ней назовем так справились вот старая машина моего отца вот это теперь новая машина моего отца пару слов о land cruiser 80 95 года выпуска самое наверное интересное то что мы никто не знаем откуда он взялся то есть машина 95 года отец якобы купил ее тоже в 95 году но а ее существование я узнал только в 2001 когда переехал в москву до этого времени у отца были служебные машины и мы вообще не пользовались личной оказывается у нас она была и вот только когда мы переехали он понял что ну нужная машина какая-то в бурятии и откуда-то из загашника из иркутска притащил вот эту машину с нулем пробега то есть вообще то есть я прилетаю с института смотрю а у нас land cruiser старый новый land cruiser то есть игру откуда он такой но про запас был вот поэтому это наверное самая интересная часть а так в целом это ст дэшка здесь если не ошибаюсь 4 и 2 атмосфер ник то есть без турбины машинка весит порядка двух с половиной тонн и при этом у нас что-то в районе 120 лошадиных сил но то есть динамику можете понять еще из интересного из опции у нее кондиционер все то есть мясорубки на окнах отсутствие тахометра да я даже не могу вспомнить чем вас еще удивить а но сзади чудесные откидные сиденья и спереди еще два с половиной места вот наверное все что есть интересного уникального по состоянию она собственно наша с начала и до конца и такое будет оставаться только теперь она переезжает у нас в москву где я ее наверное чуть-чуть под шаманю и все и мой сын уже будет учиться на ней есть во первых зачем мы меняем да но смотрите как я уже говорил динамикой у этого малыша не все слишком хорошо да отец все-таки очень много есть по трассе во вторых несмотря на то что техническое состояние у машины можно сказать превосходное все равно очень сильно хочется как сказать то это современных помощников ну то есть которым я не отношу даже там не знаю контроль полосы там умный круиз и так далее нет разумеется этим ничем папа он не будет пользоваться никогда в жизни ему 77 до ему 77 кстати поэтому это автомат это мощный двигатель это подогревы хотя бы сидений потому что разумеется здесь ничего этого нету климат-контроль там поближе потом вам покажем как выглядит ким он климат-контроль на машине 95 года да ну и просто обычные вещи которым мы уже с вами привыкли а человек даже не знает как им пользоваться поэтому очень надеюсь что он со всем этим разберется это действительно ему поможет законный вопрос почему именно форанер а не на какой-нибудь например новый ланг крузер или даже ну них и хотя бы прада объясню с того момента как был выпущен этот автомобиль мы сейчас про 80 куда машины все больше становится все больше 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 и больше и современный трехсотый ланг крузер но не то чтобы он громоздки да он просто гигантский он вот я смирял сравнивал его по размерам он даже близко не войдет в гараж моего отца который разумеется строился еще с распашными воротами да поэтому хотелось попасть в какие-то более-менее приличные размеры соответственно форанер уже даже прадика и даже ниже прадика то есть если вы посмотрите на его геометрию кузова то несмотря на то что клиренс большой крыша она может сказать чуть срезана и поэтому силуэт более стремительный если ну из-за чего как раз его наверное больше молодежь и любит но мы не не про это нам просто нужна была относительно миниатюрная машина в сравнении с современными вот это мы и получили форан и второй момент это то что все ланг крузеры включая prada безумно популярны у нас в россии на всей территории неважно москва владивосток краснодара везде и цены на них просто какие-то космические то есть в сравнении со стоимость этой машины она ну вот со всеми переделками под ключ там с перекрасами так далее так далее она вышла 5 миллионов рублей с документами с постановкой на учет вот все все вот все 5 миллионов рублей за 5 миллионов рублей я смотрел что можно купить prada по-моему где-то в районе 7 лет и что-то ну там 170 20000 пробега здесь же у нас двадцатый год и 50 тысяч пробега но уже 60 благодаря нашей чудесной поездки чему я выбрал фуранер я вам уже рассказал но может прозвучать вопрос а почему собственно toyota чё на ней весь мир клином сошелся объясню году наверное в 2012 когда я первый раз купил себе машину это был x5 53 собственно его пригнал показал папа еще жил в москве тогда он вышел я ему показываю вот смотри бмв x5 дизельный там к максимальной комплектации панорамы сам смотри спинки ломаются климат-контроль вот он такой да 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 а чё горит на лан крузер денег не хватит и в тот мне даже ничего ну как бы ну и в тот момент он не смотришь ну пап ну это x5 но какой лан крузер и это относится ко всей философии на востоке россии то есть здесь toyota не обязательно лан крузера в целом toyota и джип это помимо того что это как бы статусная вещь да это просто вещь без которой невозможно существовать здесь лютые морозы здесь плохие дороги здесь пара порой в принципе дорог нету мы с вами по байкал ездили это норма для людей здесь то есть это мы вот с такими глазами ехали такой как это вы по льду тут ездите а для них это обыденность поэтому чтобы машина выживала в таких условиях она должна быть максимально неприхотливая и это к счастью или к сожалению только toyota то есть да в городах вы где-то можете встретить там и mercedes и бмв и даже porsche встречаются в иркутске вообще я знаю человека у которого 5 bentley benti но в городе у меня же родители живут прямо на берегу байкала и не дай бог с машиной что-то произойдет и это ну правда это вопрос жизни и смерти поэтому только toyota на востоке россии каждый раз когда я покупаю какую-то машину меня как правило в ней манят какие-то детальки но вот какие-то фишечки то есть у каждой машины которую я покупал были свои приколы для кого-то это абсолютная норма то есть когда там опять же тот же x53 покупал мне очень нравилось что-то даю ручку не поднимаешь как вот на лангрузе 80 когда а за нее берешься тянешь и дверь открывается на другой машине я помню что панорама просто как я хотел чтобы я вот наверх смотрела там стекло было до в случае с фуранером вот эта штука манила меня самого начала просто вот ты подходишь нажимаешь кнопочку закидываешь вещи закрыл и не закрыл и закрыл теперь касательно любви к лангрузером в нашей семье давайте вспоминать вместе первый лангрузер появился у нас когда я еще жил в иркутске то есть это до пяти лет это был первый синий синий восьмидесятка потом мы переехали было надо это все служебные машины то все не наш потом у отца была вот такая же серая светло-серая 80 к потом у нас была восьмидесятка вы иксовая темно-зеленая которую угнали потом параллельно появилась вот эта восьмидесятка потом было еще темно-синяя восьмидесятка тоже вы иксовая тоже служебная потом появился prada еще а кстати правда был квадратный семидесятка трехдверный темно-зеленый очень красивый и потом здесь уже появился следующего поколения не помню какого как он назывался кузове по моему 90 он назывался зеленую 80 у нас угнали но потом вернули после этого был сотый и чуть-чуть мы застали 200 то есть вот то что я сейчас сходу вспомнил это 9 ланг крузеров на моей память поэтому ну тут как бы волей-неволей уже начинаешь быть фанатом этого этого даже не марки автомобиля так что надеюсь хоть форанер ему понравится хоть и не ланг-крузер но зато тойота тучи низкие прячут лунный свет полететь бы мне да вот крыльев нет вас и ромбару злой огонь кипит кончерней чем ночь у огня стоит бьет копытом он ищет седока оттолкнул тот конь наши берега наши берега а я не знаю я не помню это работает она сама лиса мотоцикл Кажется, надо было ее достать и перевернуть. Достали. Перевернули. Почему она ее мотать стала? Ну что, мы в точке назначения. По цифрам давайте пробежимся. Мы сбросили где-то 200 километров от Москвы, когда вспомнили об этом. Поэтому 6059 200 в уме, то есть почти 6300 мы мотанули за эту поездку на этой машине. Средний расход у нее 14,6 за все эти 6000. Средняя скорость 77 километров в час и была заведена она 80 часов. Ну то есть еще плюс-минус 2 часа, то есть 82 часа. Вот какие-то такие цифры. Но в целом неплохо, я думал, что она больше будет жрать. То есть 14,5, учитывая то, что мы большую часть, ну не большую часть, а много где ехали 150, а то и 160, то нормально. Молодец. Мне зачем микрофон повесили? Да! Могу сказать да. Получается не врет. Подтверждают. И наконец-то наш четвертый компаньон, телевизор. Он не хочет выходить. Можно доставать. Поехали в гараж. Поехали в гараж, потому что одна из причин, почему здесь по-прежнему 4Runner, потому что мне казалось, что он самый маленький из всего, что это может. Поэтому у меня нет экспедиционного багажника, который лежит в Москве и все. Потому что я по высоте думал, что он не уйдет. Поэтому поехали смотреть, залезу я в старый папин гараж или нет. Резину смотри вон там, чтобы открыть дверь. По морде посмотрите. Все, давно уже. Закрывается уже? Сколько вперед можно? Нисколько. Понял. Назад дай. Все. Победа. Ты даже зеркала складывать не надо. Дверь откроешь? Ну, резину уберем. В чем проблема? Надо резину убрать и лестницу переставить, чтобы чуть-чуть наискосок. А, там ходить надо. Там же ходить надо, да. Да не, он залез, не надо проем расширять. А по высоте, кстати, вы не смотрели? Много было? Много. То есть экспедиционник вошел бы? По высоте? Столько? Значит, вместе с летним комплектом надо экспедиционник отправить, потому что он прям мразь-мразь на ней. Ну, мы уже практически подъезжаем к Иркутску, там, без малого 400 километров я за рулем этого чудесного автомобиля. И должен вам сказать, что ощущение, конечно, просто, ну, это абсолютно две разные машины. Если на 4Runner у тебя комфортное сидение, у тебя автомат, у тебя довольно-таки мощный двигатель, и всего этого вкупе хватает для того, чтобы вот мы проехали 6 с лишним тысяч километров и, да, устали, но я даже представить себе не могу, что было бы с нами после 6 тысяч километров на вот этой машине. Потому что ты не можешь толком обогнать даже грузовые автомобили. То есть у сидений нет никакой поддержки от слова совсем, и левое плечо у меня уже отваливается, хотя мы здесь там 4 часа только в этой машине. По комфорту в качестве музыки у нас одна кассета Trofima, которую мы послушали примерно 7 раз, и после этого едем вот кто в наушниках, кто просто слушает тишину. Ну, расход, расход восьмидесятки, я думаю, что, ну, двадцатка, наверное, на 100 километров, и то в режиме, в котором мы едем, то есть это там 100-120 километров в час. Желание ехать быстрее в принципе нет, возможно, она и может, но как-то то ли жалко, то ли страшно, сам пока не могу определиться со своими ощущениями. При том, что это, вроде как, я вам рассказал, что это абсолютно две разные машины, там, не знаю, на которых ты просто высоко сидишь, есть один фактор, который их объединяет, и его крайне сложно просто вот вам показать или рассказать. Это некая уверенность в автомобиле, то есть что на 4Runner, что на восьмидесятке, вот мы просто едем, и нет такого страха, что мы не доедем. То есть, что бы ни произошло, мы просто заливаем топливо и просто садимся и едем, и она едет. И я думаю, что, ну, разумеется, для восьмидесятки 165 тысяч, это вообще детский пробег, но то, что этот автомобиль может спокойно, я думаю, что доехать до Москвы и еще обратно сюда вернуться, вот, пожалуй, это, наверное, и объединяет эти две машины. Касательно планов по этому автомобилю, она просто едет сейчас в Москву, и учитывая, что я сам не понимаю, что я буду с ней делать, в каком виде она останется, то просто подписывайтесь на наш канал, и в будущем, наверное, мы вам покажем, что с ней произойдет. Я какую-нибудь резюмирующую часть хотел бы, соответственно, подвести некие, так сказать, итоги. Вот, сегодня десятый день, мы едем здесь спереди, втроем, чтобы показать вам, во-первых, что мы так можем, во-вторых, потому что, ну, мы уже срослись немножечко за эти 10 дней, вот, честно говоря, жду уже тот момент, когда могу побыть один. А вообще авантюра, конечно, прекрасная. Хоть мы особо ничего не видели, но впечатление о масштабах, впечатление о стране, оно все равно есть. Как-то по-другому даже я смотрю на вещи какие-то, может быть, где-то дальше это отразится в моем мировоззрении. Вот, был у нас повод, мы собрались и поехали. Вот так и надо делать, потому что, если бы не было повода, хрен бы, когда мы это сделали. Опять не матерился, очень горжусь собой. Вот, никогда бы мы этого не сделали. Никита Васильевич должен быть доволен, на мой взгляд. Ехать, помимо всех прочих впечатлений, с огромным чувством хорошего, сделанного дела, выполненного какого-то долго, недолго, не знаю, как это правильно сказать. Вот, поэтому радостно от впечатлений, от дел хорошего и от того, что это все заканчивается. Я все. Ну, в моем случае все вроде как неплохо. То есть, несмотря на то, что почему-то присутствует легкий мандраж, такое волнение, причем я пока анализирую свое состояние, не могу понять, с чем это связано. Возможно, с тем, что у отца, типа, новая машина, ему с ней придется как-то дружить. Возможно, из-за того, что вот нам еще доехать надо, или как потом еще эта машина поедет на автовозе. Ну, в общем, короче, волнение присутствует, но оно легкое, и я его переживу, конечно. А так, да, большое дело сделали. Ну, не думаю, что я когда-либо, несмотря на то, что я родом отсюда, собрался бы и доехал бы сюда до машины. И не думаю, что когда-либо еще раз соберусь. Но, опять же, загадывать не буду. Ну что, вот и подошло наше приключение к концу. Машина в инхалуке, отец доволен, а легенда отправляется с нами в Москву. Спасибо вам, что смотрели нас, а мы будем продолжать радовать вас таким же замечательным контентом. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, мы рады абсолютно всему. Субтитры создавал DimaTorzok Все. Выключайтесь. Полетели. Постань. Пожалуйста. Сжалься. Сжалься. Прикрептись. Субтитры сделал DimaTorzok